Он разваливается буквально в руках. В этом вся опасность весеннего льда. Подобные беседы – регулярная работа. Их проводят круглогодично, но сейчас особенно важно напомнить детям про опасный лёд. Самое главное людям, выходящим на лёд, особенно это у нас дети и рыбаки, помнить одно, какое горе вы принесёте своим родным, когда можете просто-напросто погибнуть. Но правило одно – лёд, тем более весенний, представляет очень большую опасность, какой бы он ни казалось толстый. Неравнодушные родители утверждают, что такая наглядная демонстрация, как нельзя лучше, поможет детям убедиться в серьёзности этого вопроса. Наряду с тем, что я являюсь работником МКУ города Иркутска «Безопасный город», я, как и любая мама, всегда переживаю, где находится мой ребёнок. Когда я весь день на работе. И поэтому мне было очень важно, чтобы дети посмотрели, именно наглядно увидели, как это бывает страшно, когда человек проваливается под лёд. Школьникам сегодня показали, как можно помочь себе или другому человеку, который провалился под лёд. И самое главное, что теперь подростки знают, кому нужно звонить в первую очередь. Было хорошо, что наглядно это всё показали, и было интересно посмотреть. И ещё я узнала, как помочь кому-то, кто попал в такую ситуацию, и как самому выбраться из неё. Информация была довольно полезная, да, очень правильно, что нам показали это наглядно, что нам рассказали, как можно спасти человека с подручными средствами, что делать в этом случае, кого вызывать. Впереди майские праздники, и спасатели также напоминают, что выходить на лёд водоёмов опасно. Причём не только в пределах Иркутска или других населённых пунктов. Наступило самое опасное время и на Байкале. Например, толщина льда в проливе Малое море сейчас варьируется от 70 до 5 сантиметров. Местами открытая вода. Структура льда стремительно меняется, превращаясь в игольчатую. Игольчатый лёд даже при большой толщине не выдерживает нагрузку и легко разрушается. Будьте осторожны и не рискуйте своей жизнью и жизнью близких вам людей. Элина Собейникова, Артура Щупкин. Новости сейчас.